С декабря прошлого года жители Чувашии начали оплачивать капитальный ремонт многоквартирных домов. Первые квитанции пришли в конце прошлого месяца, но кто-то не получил их и сегодня. Где искать платежки? Расскажем в следующем сюжете. А знаете, что за капремонт сейчас взымается отдельная плата и отдельная квитанция? Ну, знаем, но не получали мы ничего. Только где это будет, когда это будет, кто его знает. И самое главное, сколько это будет. Получили квитанцию за капитальный ремонт? Да. Оплатили? Да, мама оплатила все. А вам, вы знаете, сколько вы платите за капитальный ремонт? Нет, не я же плачу, мама платит, мама знает. Вы извините, я здесь в гостях, поэтому не знаю. А вы откуда приехали? Из Владимира. А у вас нет там, допустим, в вашем регионе? У нас нет, у нас уже давно. Мы с апреля месяца платим. Я в курсе всех этих дел, я знаю, за что и почему. Так что меня это не удивило нисколько. То есть вы заранее интересовались? Нет, почему к нам ходили домой? Там молодой человек приходил, он там рассказывал, зачем это и почему. То, что проценты с ней уберут, очень удивило. За год это вообще по жизни наберется крайне много. С этими же вопросами жители многоквартирных домов приходят в фонд капитального ремонта. Эта организация уполномочена собирать и вести учет денежных средств за капитальный ремонт. Впоследствии она же будет нанимать подрядчиков на проведение работ. Но это касается только тех, кто копит деньги на счете оператора. Таких в республике большинство. 94% всех многоквартирных домов. Впрочем, выбор, где собирать деньги, был только у тех, кто доверил управлению домом ТСЖ. С января этого года такое право есть и у остальных. Но решение жильцов вступит в силу только через два года. Заплатить по квитанции можно в банке, в почтовых отделениях и через терминалы. Но в банке минимальная комиссия 20 рублей. На почте половина этой суммы. Онлайн-платеж самый дешевый. Придется заплатить дополнительно 1% от суммы. Прорабатываем с держателями терминалов. Терминалов, да, вопрос снижения комиссии. Вот есть у нас такие предложения. Снижение комиссии до 0,5% от вносимой суммы. В принципе, это немного, до полутора рубля, например, в среднем. Платить за капитальный ремонт придется всем, кроме жителей аварийных и ветхих домов. Квитанцы придут даже в новостройки. Но на сегодняшний день их получили не все. Мы с ними договаривались в отношении того, что они их распечатают и донесутся своими платежными документами. Конечно, это платная услуга. Предусматривалась оплата. Но те управляющие организации ТСЖ, которые не согласны с расценками, соответственно, есть моменты, которые не донесли. Мы сейчас как раз это поверяем и, соответственно, будем доносить. Также могли не получить квитанции те жители, которые выбрали специальные счета. За начисление, учет и распечатку квитанций в данном случае ответственность несет ТСЖ. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.